Вино за 30 секунд Предисловие. Аннет Альварес Петерс. Моё путешествие в мир вина началось 20 лет назад, когда я была назначена на должность закупщика алкогольных напитков. К тому времени я уже имела немалый опыт в деловой сфере, однако о вине знала постыдно мало, а потому на собственной шкуре ощутила всю тяжесть проблем, с которыми в данной области сталкиваются новички. Почти сразу же я решила узнать о вине как можно больше, однако я и представить себе не могла, насколько сложным и многогранным окажется мир виноделия. Мне было необходимо не только научиться вести дела с виноделами, я должна была понимать все тонкости производства, на каких почвах выращивают те или иные сорта винограда, каковы различия в технологии винификации, отличия одного сорта винограда от другого, климатические особенности различных винодельческих областей. Скажу сразу, обучение мое было сложным, но невероятно интересным. Стремясь узнать о виноделии как можно больше, уже в первые недели работая на новой должности, я стала обращаться за советами к людям, которые хоть каким-то образом имели отношение к интересующей меня теме. Объем же полученных мной знаний был поистине огромным. В те дни я, как губка в воду, поглощала любую информацию, до которой только могла добраться. Я прочитала множество книг и журналов о вине. Я старалась попасть на все возможные дегустации, ездила на праздники урожая и посетила множество виноделин. Но, что важнее всего, я задала миллион вопросов, от наивных и детских до тщательно продуманных. Путешествуя по миру, я встречалась с производителями, владевшими как огромными, так и совсем крошечными домашними производствами. Однако, сколько бы бутылок вина в год не производили эти люди, их объединяло одно стремление — они хотели выпустить на рынок максимально качественный продукт. И это вне зависимости от того, где именно располагались их виноградники. Теперь я благодарна судьбе за то, что она дала мне шанс побывать на самых прекрасных виноградниках, в самых лучших погребах мира, за то, что мне довелось попробовать самые изысканные вина и побеседовать с самыми прославленными специалистами в данной области, такими как Роберт Мандави, Кристиан Муэкс, Маркезе Пьеро Антинори. Я бесконечно признательна этим людям за ту щедрость, с которой они делились со мной своими секретами. И меня восхищает та страсть, с которой они изо дня в день, из года в год занимаются своим делом. Во времена моего непростого ученичества мне необычайно помогли истинные мастера своего дела, настоящие громкие титулы, магистр виноделия и мастер-сомелье. Эти люди потратили годы на то, чтобы открыть для себя все грани винного бизнеса. Книга, которую вы держите в руках, это идеальный инструмент. С ее помощью вы сможете расширить свои знания о вине, чтобы затем с еще большей страстью погрузиться в удивительный мир виноделия. За ваше здоровье! Введение. Искусство виноделия имеет долгую, богатую и поистине захватывающую историю. Этот замечательный напиток утоляет жажду, разжигает страсть, развязывает язык еще с тех самых пор, как люди в древней Месопотамии, а может быть и раньше, впервые забрались в деревянный чан и принялись, что есть сил топтать виноград, из которого получался дурманищий, кружащий голову напиток. И должно быть, еще в те далекие времена люди впервые задались вопросами, почему почва так много значит для виноградной лозы, каким чудом сладковатый ягодный сок превращается в ароматный напиток, который может храниться в погребах на протяжении десятилетий. Наша книга срывает с виноделия волшебный покров тайны. С ее помощью вы поймете, что за красивыми словами и похожими на мистические ритуалами прячется самая настоящая наука с цифрами, графиками, формулами и точными измерениями. Так, например, за благозвучным словом «ремюаж» стоит примитивная процедура избавления игристого вина от осадка. Сейчас вино начали производить по всему свету, и, окажись выехать в Бразилию, ехать в Китае, вы повсюду найдете виноградники. И мы расскажем вам о лучших из них, о тех, чья слава гремит в веках, о виноградниках Бургундии, Бордо, Боросы, Тосканы, Напы. Не будем лицемерами и признаем, что хорошее вино сейчас производится повсюду. Также благодаря нашей книге вы узнаете, что влияет на вкус вина. О, как много в мире этих вкусов и оттенков, и не сосчитать. Интенсивный, терпкий, свежий, легкий, фруктовый. А еще вино бывает сухим, сладким, игристым. И за каждой из бутылок стоит своя интереснейшая история длиною в столетия. Над книгой работали ведущие специалисты в области виноделия и торговли вином, в совершенстве владеющие предметом. А это значит, что небольшие статьи, всего несколько сотен слов, по своей информативности порой равняются целой брошюре. Итак, несколько сотен слов, несколько глотков вина. И вот вы уже обладатель поистине уникальных знаний. Для того, чтобы информация воспринималась максимально просто, мы разделили книгу на семь разделов, затрагивающих все возможные области виноделия. Начинаем мы, естественно, с виноградников. Второй раздел посвящен виноделию. Здесь мы расскажем вам о сортах вина и об особенностях производства. Третий и четвертый разделы содержат информацию непосредственно о винограде и об истории виноделия, о взлетах и падениях, которые переживали виноградари на протяжении столетий. Ознакомившись с пятым разделом, вы опосредованно побываете в лучших виноградниках мира, совершив путешествие из старой доброй Европы в Новый Свет. В этом разделе нашлось место и виноградникам с многовековой историей и совсем еще молодым хозяйством, которые лишь недавно вошли на рынок, но уже успели покорить его. Последние два раздела посвящены винному бизнесу и культуре употребления вина. Вы узнаете о главных секретах успешных торговцев вином и насладитесь изысканной церемонией дегустации. За ваше здоровье! Жерар Бассетт, кавалер Ордена Британской империи.